Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, но не видно тебя. Видно? Вот сейчас видно. Игнатий Тихонович, вот у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, вот я работаю как бы за пять тысяч километров по дому. Ну, сейчас я домой приехал, как бы всё хорошо. Ну, я могу здесь я найти работу себе поближе к дому, чтобы далеко не ездить, вот то, что происходит в мире, как бы переживать за то, что можно туда уехать и не вернуться. Как вы посоветуете мне рассчитаться с той работой? А здесь вы найдёте работу около дома? Да, да, и так же на шахту. Ну, а в чём дело? Зачем стоит-то? Ну, просто как бы не знаю. И там вроде бы людей неохота подставлять, как бы надеются, что, как бы я хорошо работаю, они не хотят меня отпускать. Ну, смотрите сами, вас никто не принуждает. Иначе зачем бы вы спрашивали? Ясное дело, что около дому лучше. Как бы жена тоже говорит, чтобы я туда не ездил больше. Вот видишь сразу как. Во-первых, расхода на дорогу не будет. Ты рядом находишься, свои люди, тебе вся обстановка известна. Главное выйти скорее из долгов. Чтобы ни рубля не было никому должен. Я вот этого не знаю быть в долгах. У меня в жизни, я прожил жизнь-то уже всё. Ни разу не было. Было, брал до вечера. Потому что человек уезжает, а денег не было. Ну, я сказал, где у меня деньги есть, сразу мне дали. Ну, я рассчитываю с долгами. Мне вот сейчас арест на карту наложили 250 тысяч. То есть, это мне ещё две вахты бесплатно работать. А почему здесь? Вахта-то при чём? Деньги должны вам дать, а вы рассчитаете, где должны. Нет, ну вот мне приходит зарплата на карту. Я работаю официально. И мне на зарплатную карту наложили арест. То есть, минус 250 тысяч. А кто наложил арест? Кому сделал неприятность? Пристава, пристава, приставы. Ну, приставы-то из чего они это взяли так поступить? То есть, кто-то пожаловался на вас, и теперь они с вас снимают шкуры. Да, 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 да. Любишь широко, говорит, кататься? Саночки, говорит, завози. Ну, как бы я принял это всё правильно. Как бы я расплачиваюсь. А теперь ты должен сначала договориться, там тебя примут или нет. Уйдёшь, и работы не будет. Вот тебе и будет тогда хомут. Нет, они принять-то меня примут. Мне уже номер скинули, чтобы я позвонился, звонился. Ну всё, ничего нету. Давай помолимся и езжай. Давайте. Если ты согласен с молитвой, всегда говори «Аминь». Господи, слава Тебе. Косни сердце Авраама. Обрати его к истине Твоей. Пощади, Господи, его жизнь. Как враг прельстил его душу. И в этом деле, Господи, помоги ему. Пошли добрые мысли, чтобы в себе был мир. Чтобы глаза его были опущены долу. Он не видел то, что соблазняет его. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, во славу Божию. Спаси Христос. Аллилуйя. Ты как-нибудь, у тебя летом-то будет, когда возможность, ну, свободно-то. Ты бы с женой, с ребёнком приехал. Я на сердце держу это. Вот, я вам дам отдельный домик. Пожить. Но только утром все, чтобы мы были на молитве. Правило одно, иначе у нас в домашней церкви не будет. Я отошёл с Богом. Я работаю сейчас, корректировка идёт. Я каждый день сижу с 14-16 часов в интернете. В четвёртом часу ночи я уже за компьютером. Спаси Христос, отхожу. Аллилуйя. С Богом. Всё. Храни тебя, Господь, дорогой мой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok